Так, трансляция пошла. Сейчас я посмотрю, когда у меня она здесь отобразится, потому что здесь не сразу. Ну вот, мы начинаем, друзья. Всем привет! Не ожидали? Ну, вообще-то я немножко сообщал об этом, что у нас должна быть общая трансляция, общий стрим. В общем, всем привет! Вас приветствует Евгений Макаров, Галина Конышева с нами сегодня. Очень неожиданно и приятно ее видеть. Давно ждал с ней стрим. И Илья, наш частый собеседник, что называется, наш соратник. В общем, вы всех знаете хорошо, да? Кто в чем, значит, у кого какие каналы, как называются. Думаю, все знаете. Если нужны кому-то ссылки, я позже их сообщу, там в чат отправлю. И первое слово мы даем нашему гостю Галине Конышевой. Тебе слово, Галина. Здравствуйте! Здравствуйте, ребята! Женя, Илья, с Ильей вообще первый раз. Мы вот в таком режиме. Сразу хочу сказать, изначально слова благодарности Жене за человеческие качества. Был такой момент, когда мне очень помог, и я это ценю. Просто я оказалась в небольшой беде, потеряла там свою соцкарту. Жене вместе были на съемках. Жень, помнишь, да? Да-да-да. И, в общем, ты со мной прошел весь этот путь, и неожиданно мы ее все-таки нашли. Поэтому тебе большое спасибо. Ты мог просто побежать по своим делам, но ты со мной, в общем-то, остался и дошел до конца, до результата, что называется. Поэтому тебе огромное человеческое спасибо. Я эти вещи очень ценю. Это очень важно в нашем деле, я считаю. Нам всем, я вот Илью слушала, не все фильмы, к сожалению, времени просто физически не хватает, Илья, чтобы посмотреть себе работу. Хотя мне на тебя очень многие мои соратники в нашей группе, в моей маленькой, они мне все время на тебя ссылаются в том числе. И вот последнее видео тоже прислали, и по, ну не по метро, а по разбору. По Сочи, наверное, да? По Сочи, да. И еще одно по символике. Ну, там я с тобой в каких-то вещах, не с тобой, вернее, а с позиции в каких-то вещах не согласна, а в каких-то вещах я очень даже согласна. Самое главное, что ты сказал, что Земля оккупирована не просто какая-то страна, а это вся планета, и она оккупирована тварями. Я с тобой полностью согласна, это действительно твари, это нечеловеческий разум. Мало того, мы как раз в узких кругах обсуждали то, что где-то у них в генах, они как люди выглядят, но генетика у них с насекомыми. Вот у них поведение и отношение к людям, как у насекомых. Может быть, это какие-то тараканы, может быть, это еще что-то, но там что-то ненормальное, нечеловеческое привитое. Здесь я полностью с тобой согласна. У меня там разрыв только по датам, по датировкам и частично по символике. Можно стрим сделать, да, извините, что перебью. Женя, я не вижу канала трансляции, не вижу, что идет стрим. Проверь, пожалуйста. Как бы мы не зря все это говорили. Проверь. Ну вот у меня все зелененькое, уже 3 минуты, почти 4. Я на твоем канале не вижу, что идет трансляция. Сейчас, все проверим. Давай. Делал, ну, сейчас, 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 сейчас. Такого просто не может быть, чтобы... Я пишу новогодний стрим, и все. Артефакты. Так, ну, название-то другое у этого стрима, и, как бы, я не знаю, почему-то не вижу. В том-то и дело. Если я не вижу, то и люди не видят. Все нормально, допотопное метро, остатки высоких технологий древних. Вот я нашел, зашел к себе на канал через телефон, трансляция идет, нас смотрит уже 90 человек. Все, извини, заложенную тренирую, я тебя скину. Обнови страницу там, ну, попробуй, как так. Каждые 2 секунды. Все, ладно, извини, это мой глюк. Извини, Галина, продолжай. Честно, я хотел как лучше. Галина. Да, продолжаю. Теперь, значит, поскольку у нас тема допотопное метро, и эта тема обсуждалась в группах очень давно уже, и многими блогерами, предполагалось и по поводу железных дорог, и я в том числе в своих группах, и вообще это поднималось. То есть как бы вот мы начинаем поднимать один или другой, и вот такая волна идет, и находится масса подтверждений тому, что были и железные дороги, как вот Транссибирская магистраль, ее откапывали, нашли какие-то вот похожие фотографии, хотя их не так много, ну, казалось бы, но тем не менее, даже по этим крупицам, по отдельным пристрастиям рассматривая там каждый кусочек, можно заметить и найти массу вот этих подтверждений того, что дорога уже была. То есть цивилизация технически была развита, она существовала, это можно сказать и по другим городам, по которым вот я буду говорить о своих работах, я исследовала города, скажем так, даже маленькие городки, это в Ивановской области городок, где были ткацкие фабрики, и они, например, это официальная справка, что 1830 год работала фабрика в три смены на электричестве, а после 1860 года она работала в одну смену на керосине вплоть до 90-х годов, конца 19 века, и только в конце 19 века, в начале 20-го фабрика перешла на две смены, на керосин и на электричество, когда появилось электричество. Но в 1830 году она работала уже на электричестве, это говорит о том, вот даже вот этот маленький пример того, что что-то было, как они пропустили эту дату, я не знаю, потому что все остальное, в общем-то, они старались заглушить, но уши идут отовсюду, везде вот эти несоответствия, они видны, их настолько много, их просто вау, поскольку народ, не один какой-то человек, не два, не три, а уже массово люди подключаются к этому вопросу и начинают видеть вот эти несоответствия, то есть мы как бы прозреваем, и мы видим, что цивилизация была, она была очень такая техничная, не только техничная, ну скажем так, могут придираться к словам, не надо придираться к словам, я могу сказать, что она была передовая, скажем так, и я считаю, что она не была воинственная, у меня такое впечатление, что не было границ, я уже, ну как бы есть некие такие доказательства, я потом еще буду искать больше подтверждения, то есть сейчас пока только как версию выдвигаю, что не было границ, это был общий мир, и воевать-то ему не надо было, по большому счету, но уже захват этот произошел, очаговый такой, уже он был, и он был где-то в районе, ну вот от 16 века, в 19 как бы произошел капитальный уже захват, и они уже внедрились, все, они уже внедрились, эти вот твари, как ты, Илья говоришь, мало того, мое впечатление под исследованием, расследованием, и такое, что и нам, в общем-то, генетику уже подпортили, то есть они не оставили, не оставили здесь нормальных людей, они всем подпортили генетику, и теперь уже борьба идет, как вот говорят, борьба идет между добром и злом за человеческие души, то есть уже внутри человека эта борьба идет, каждый уже делает выбор за добро, на стороне добра или на стороне зла он в этой жизни, в этой жизни идет, он либо гребет все, а разобраться очень просто, он либо гребет все под себя, либо он все-таки свою жизнь стратегически выстраивает, чтобы оставить после себя что-то хорошее в этом мире, что-то более лучше, чем когда он пришел, соответственно, то, что цивилизация была, и были железные дороги, были подземные тоннели, их масса, вся земля, под реками, это вот, каким образом они двигались, может быть и электричеством, может быть еще какими-то, какими-то, я не знаю, технические, но то, что они были, почему бы не быть и метро, то есть, ну это логично, раз была железная дорога, и почему бы не быть и метро, я пока все. Да, Галина абсолютно согласен, не знаю, что там Женя делает, первое, Женя, я увидел стрим, он наконец-таки пошел, я здесь, спасибо Галина, что упомянула, потому что я полностью согласен и рад, что ты смотришь мои видео, да, действительно, в 19 веке, скорее всего, захват произошел, и что я показываю в своем видео, но я сторонник того, что была ядерная бомбардировка, слишком много оплавленных колонн с пеной, я видел каменную пену минимум в трех местах и оплавленные кирпичи, даже по России, даже напротив Тульского Кремля, все это везде. Это не обсуждается, это однозначно, у меня все фильмы про ядерную войну. Да, да, да. Женя, я думаю, у тебя тоже есть что сказать. Да, конечно, есть что сказать, вот, хорошо, что Галина затронула многие века, да, вот я с ней отчасти согласен, потому что, когда исследуешь, допустим, глобусы 15 века, карты, ну, карты мы, многие с этого начинали, да, однако, в последнее время мы, как бы, зависли на одном месте, что все почему-то акцентируется на 19 веке. Это, в принципе, это так и есть, то есть, все, вся загвоздка, все изменения, все перестройки, все, значит, работы по восстановлению почему-то акцентируются на 19 веке. Я это, как бы, вижу в любом случае, даже могу сказать так, что, вот, недавно снимая ангеликанскую церковь, ту самую, значит, мелодию, да, студию звукозаписи времен СССР. У меня есть, что в Парнии, наверное. Вот, да, 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 вот, ты тоже с ней знаком, Галина, я думаю. Ну, я там записывала все свои диски. Вот, вот, тем более, там и Кобзон там был, аппаратуру там выкупил Градский для своей студии. И даже... Ну, был режиссер, который там меня все записывал, он и сейчас Градским работает. Это Глазков Виктор. Виктор Глазков, знакомая фамилия. Ну, я, конечно, не настолько знаком с личностями тех времен, да, но кое-что на слуху есть. И я могу сказать, что даже там я нашел подтверждение вот этой теории, да, что все упирается в 19 век. Именно очередное передел мира, да, очередное, так скажем, восстановление мира, чтобы потом заселять людей, чтобы потом как-то что-то наладить жизнь везде в городах, да. Это именно 19 век. Даже историю местности, откуда, что называется, откуда идут мои корни. И то, я постоянно об этом повторяю. Это Ярославская область, куда заселяли крестьяна. Повсеместно их там заселяли. Не только в этой области. И надо сказать, что места везде болотистые. Их впоследствии пришлось осушать. Такой момент, откуда столько болот? Везде. Откуда? Откуда столько болот? Если на картах, на старых, их нет. А потом они вдруг уберутся откуда-то. Вот. А я вернусь к этой Англиканской церкви и скажу, что ее перестраивали именно в середине, где-то с середины, даже вторая половина 19 века. И когда я спрашиваю там местного, там, мужик какой-то был, да, я не знаю, кто он. Может быть, просто охранник, может быть, один из работников. Это я там был в канун Рождества католического. Попал туда. Женю занесло туда. Я спрашиваю, ну, что-нибудь расскажите. Он стал мне рассказывать. Говорит, вот, это в таком-то там, там, в 1870-х все это там, вот это кровлю делали, там все восстанавливали, все делали. Я говорю, а она вообще древнее? Он говорит, нет. Вот тогда ее и строили. Я говорю, а почему деревянные вот эти своды? Может быть, раньше они были каменные? Нет, 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 они изначально были деревянные. Но я-то вижу, что нет. Это невозможно так себе представить, чтобы все... И мне в зал там вот этот концертный, да? Да, да, да. Где богослужение? Да, да, да. То есть там открытый алтарь, да, там все видно на виду. Там даже православная икона висит у них. Я тоже про нее сделаю фильм, да. Вот. Я обошел вокруг ее, с другого, там зашел в дверку, в внутренний двор, да. Там же уровень меняется, там откопанная область есть. Видно, что вот эти окна готические там больше видны, нежели с этой стороны, с фасада главного. И я понимаю, что я, в общем-то, смотрю на очередной закопыш, который свидетель потопа, глиняного занесения именно, опять же, тех же времен. И как раз об этом он мне рассказывал, что после этих событий просто шло восстановление этого сооружения. Вот и все. Но придумали-то какую историю красивую, что какая-то вдова в честь своего мужа там построила. Вот это вот шедевр такой построила. Да, придумано, как обычно, смотришь, это готика сплошная, смотришь одно из зданий, да, как раз об этом тоже делал Москва готическая. Забыл про этот церковь. Там весь Крестенский переулок, он весь засыпанный. Он там дальше к улице Гоголя идет, тоже все это засыпы, закопыши. Там дальше театр Маяковского, он тоже весь с закопами. Там кафешки есть, также подвальные, там много раз бывали. А еще ты знаешь, что ты обратил внимание на этот костюм англиканской церкви, что он, во-первых, обожжен кирпич там, мало того, его отмывали. Ты не обратил внимания на кирпич? Дело в том, что я был вечером, так-то я там и днем бывал, не обращал внимания. А тут я был вечером, мне пришлось даже подсвечивать, мне пришлось подсвечивать другим телефоном, фонариком, чтобы хоть чуть-чуть вот эти окна с этим верхом заостренностью. Вот еще можно я тогда скажу, что по Москве очень много, не только по Москве, а очень много зданий именно закопченных черных. И когда начинаешь говорить, вот показывать, я там с ребятами стояла, музыкантами, которые, я говорю, ну видите, черный кирпич. Я это снимал, он говорит, да это просто пожар тут был, пожар, там деревянный дом. Я говорю, а вот рядом не деревянный дом, а там рядом опять-таки краснокирпичные остатки, а на нем только деревянное строение. Я говорю, хочешь сказать, что все здание вокруг было обожжено вот таким вот, вот такой тонкой пленкой, тонкой пленкой ожога, вот такого черного. И во многих местах уже этот кирпич обожженный черный в Москве отмыли, отмыли, затерли. И в принципе здание как будто новое, как будто оно просто из красного кирпича стоит. Либо их покрасили, и уже эти следы ушли. То есть, ну кое-что еще осталось. Вот надо заметить, откуда эта обожженность, она появляется именно вот в конце 19 века. И сказать, сослаться на то, что вокруг там все горело, и поэтому остался такой ожог, не получится. Потому что от дерева такого ожога не будет. Он будет, ну как вот от свечки, где-то вот, если оно рядом стоит, оно действительно даст эту сажу на окно. А это такое равномерное по всему кирпичу, вот такое равномерное и тонкая пленка. Вот это вот один из признаков того, что это была, по всей видимости, ядерная вспышка или какая-то тепловая большая вспышка. То есть что-то такое очень мощное. И просто вот пожарами не расскажешь. Тем более вся Москва на каменных этих красно-кирпичных стенах, она нам рассказывает, что она была деревянная. Это самое главное вранье. И вранье и художников Васнецова, который работал, кстати, в обществе, в этом археологическом, историческом. И они под заказ, я так думаю, нам писали эту нашу русскую действительность. Вот эти вот лубковость такую деревянные домишки. Так вот все хорошо, чинно. И вот этот псевдорусский стиль в архитектуре, он так называется, неорусский или псевдорусский, вот как Казанский вокзал. И вот подобные вот такие вот, да, нам показывают, что у нас такой вот стиль. Неорусский. А почему его просто не назвать тогда русским? Почему они его назвали то псевдорусский, то неорусский архитектурный стиль? Вот это вот нам говорят, что вот у вас, оказывается, такой был. Но на самом деле, когда смотришь на эти стены, закопыши, и дальше под ними, если попадаешь, повезет подвалы, то ты видишь, что это стоит на мощных, либо Москва, на палатах 17 века, на Белом Камне, как вот ты снимал дом, Женя, на Мещанской улице, 12, помнишь, тебе вот удалось, мы потом ходили, они уже там все закрыли практически, помнишь, что на проспекте Мира снимал палаты, Женя? Да, да, да. Ну, это то, что по Москве, если говорить. Ну, давайте к метро, а что-то мы перешли просто вот. Ну, да, мы сразу стали охватывать разные темы. А с другой стороны, знаешь, если вот подойти, вот я извиняюсь, что я вас перебила, если такой огромный город, у него такая огромная инфраструктура, то, соответственно, и метро могло быть, и связь должна была быть. Потому что под землей передвигаться быстрее, чем по поверхности, мало ли что там бывает, ну, климатическое, не климатическое. Может быть, там тоже были пробки какие-то, ну, мы не знаем, кто знает, может быть, так было. Но под землей сегодня на метро передвигаться гораздо удобнее, когда особенно час пик, и Москва забита пробками. Почему бы нет? Почему там окажется, что это было что-то такое очень отсталое? На самом деле они были гораздо развитием нас, похоже, вот и люди, которые жили в этих городах. И больше знали. Вам не кажется? Как вы думаете? Небольшое, значит, как бы встраиваю сообщение сейчас. Просто не хотелось с этого стрим начинать. В общем, печальное известие о том, что у Вячеслава Котлярова умер отец. Передаю свои соболезнования, как многие у нас в чате. Вот, если кто хочет там что-то написать, а может быть и помочь материально Вячеславу, вы знаете, где его найти. Это Котляров FM, наверняка там сейчас очередной стрим есть. Так что, друзья, можете туда заходить и там написать, что вы хотите. Или что-то там отослать, кто хочет. Я так слышал, что там тоже просили по помощи. В таком деле, у кого есть желание, то, значит, вы знаете, куда идти. Ну, я имею в виду, что набрать в Ютубе, Котляров FM, и вы найдете трансляцию. Вот. Так, а мы тогда, наверное, продолжим, потому что на одной такой печальной новости не хочется останавливаться. Жизнь продолжается. Запусти наши съемки, пожалуйста, Жень. Просто и все будет очевидно. Но они подтормаживать будут. Ну, может быть. Ну, попробуй. Попробуй. Так, я так понимаю, значит, последний вопрос. Галин, какой у тебя был? Я немножко отвлекся от темы. Ну, по метро. Ну, по метро. То есть, возвращаемся. Если был такой город, такой пространственный, каменный, застроенный белым камнем, искусственным камнем, не только там из карьеров, это забутовка, что называется, а именно блоковый камень. То есть, он литье. Например, подвалы дома Пашкова, они именно из такого блокового камня. То есть, знали технологии и строить могли сколько угодно. Соответственно, почему бы не быть и метро? Вот я к чему. Ну, тогда давайте сейчас немножко начнем о метро. Пока у меня архив открывается, там несколько гигабайт Илья, так что пусть он пока открывается. Значит, мы сделали с Ильей и Рейд уже давно. Вместе встретились. И стали... Он до этого походил, много поснимал, да? И потом мы вместе еще поснимали на две видеокамеры. Да, потому что еще до того, как вышла эта статья, преснопамятная, извини, Женя, от техденсера, мы-то с сотрудничаем с техденсером, он мне статьи заранее присылает. Просто я посчитал некоторые вещи более важными и начал снимать. Потом тебе говорю, снимай, да. И мы начали снимать, и потом вышла эта статья. Ее все уже распиарили, все, кому не лень, там, все каналы, не буду причислять. И получается, что вот мы те, которые раньше всех начали эту тему, самые тормоза оказались. Мы можем записаться в плагиаторы смело. А, легко, да, да, да. И пора это сделать. Не, ладно, тема метро давно гуляет в этих самых, где-то с 16-го года. Да, но статья вот, которую распиарили. А, ну, статья, я просто не могла стать. Ну, это да, это бывает обидно, когда какая-то идея, и вдруг это самое. Ну, ничего, ничего. Не проблема, да. На самом деле, я уверен, что до всяких статей, которые вышли сейчас, особенно по метро, есть уже давным-давно труды и в советское время, и в постсоветское, и даже во времена альтернативной истории, начиная с 2000-х до 2010-х. Просто мы не знаем, где искать эти материалы. На Великане в сети где-то есть. Я просто уверен, что... Ты думаешь, советское что-то есть? Советские по вот этому допотопному метро? Не то, что допотопное, а как оно строилось. Дело в том, что вот этот Евгений, да, он использует именно вот эти карты. Там как бы подземные тоннели обозначены. Вот это метро, как его строили, да. Не то, что тоннели, а как бы сказать... Там очень такая хитрая связь идет. Вот, то есть он как бы намеками говорит, а потом что-то говорит напрямую. И вот эти карты подземных тоннелей, о которых, видимо, знали те, кто их строил в метро, они есть. Конечно. И поэтому... Вот, вот. То есть получается, что мы чего не знаем? Мы не знаем того, что они знают что-то. Знает небольшая группа посвященная. Да, да, они что-то знают. Не то, что что-то, а много чего. Например, мы мало знаем про Акведуки, которых была целая система в нашей Москве, в той же, хотя бы взять ее. И она, опять же, она построена по типу Солнца. Они сходятся куда-то к центру. Куда-нибудь обязательно идут к центру. Ну, вот, например, мы знаем только про один, да, Акведук. Это вот... Ростокинский. Который оставили для туристов. И то, он был в таком забытии, если посмотрим на 90-е годы... Согласна. Я тоже снимал давно. Пивко попивали там молодежь на нем. Он был вообще не нужен. Это был наводы, которые в центре шли, так же, для того, чтобы в центре было силовое поле на всю Москву. Об этом тоже хотел видео делать. Из разных мест это все пошло в единую крепость-звезду. В Кремль, да, и действительно, центр, вот, Садовое кольцо. Все волноводы, это энерговоды. У нас сейчас лэп, провода идут, а тогда были вот эти волноводы. Это ж элементарно, Вац. Да, совершенно верно. Я, например, это еще пока не понимаю. Надо будет посмотреть твое видео по вот этой технической стороне. Потому что должны были быть какие-то энергии, ну, естественно, не угли и водороды. Какие-то интересные виды энергии. Не только электричество, а что-то еще должно было быть. Да, и называют ее аргон, ее называют хронон, веник. Неважно, но важно, что как и радиоволны, ее можно по... Передавать, да. Вот колоннады тоже волноводы, да. И сейчас волноводы есть, вот эти вот наши провода, там по пустоте, по сути, идет. То есть прямоугольник, обычный прямоугольник, и оказывается, в нем идет волна. Вот эти вот провода, которые сейчас идут, вот эти соединения есть. Если знаешь, идет провод, и потом как бы он изгибается, такой уголок. А в уголке там просто пустота, там ничего нет. Просто туда приходит все, а потом идет пустота. И вот по пустоте, получается, идет сигнал. Это называется волновод. То есть пустой провод, в котором идет сигнал, волна идет, да? Грубо говоря, что вентиляция, короб вот вентиляционный, и все. И тут точно такое же, только для волны. Просто параметры, пол, потолок, либо в зависимости от того, какая волна там идет, либо стены, должны быть на определенном расстоянии. Все, длина волны. И такой же длины волны должен быть волновод, и все. А какой приемник должен быть, чтобы работал свет, освещение, какой-то элементарный, может ли это долго говорить? Долго говорить, и я сделаю видео, и мы можем лично пообщаться. Я тебе поясню, что сам знаю, поскольку я тоже глубоко не специалист. Но все реально, там специалисты говорят об этом. Тот же Ешкардин говорит об этом и так далее. Волноводы, это вот там длина, была такая вот форма волны, не H10, которая вертикальная, а горизонтальная. И то там просто две стеночки, и все. Главное, чтобы он был прямой. И вот главная цель волновода – это прямое. Там не было никаких там ни для воды, ни для чего. Хотя вода там была тоже для… она как проводник энергии. Но это второстепенно. Главное, чтобы было либо полпотолок, как в пирамидах, там такие волноводы, а вот так называемые акведуки – это волноводы другого типа просто, и все. То есть, Илья, ты считаешь, что вот этот вот Ростокинский акведук, который, в принципе, идет по дороге из Мытищ, откуда шла вода, по проспекту Мира, дальше вот на Лубянку, куда она выходила, и там вот были фонтаны, это все-таки вторично, да? То есть изначально это были волноводы? Ты можешь себе представить, чтобы люди, которые могли делать фонтаны, которые работали еще до 50-х, и в Бразилии есть фото и видео, без проводов, без подведения электричества? Нет, 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 нет. Чтобы они не знали о обычных каких-то трубах. Зачем городить вот такие сложности с акведуками так называемыми? Хотя в любую дырку ткни, там, ну, везде была вода, везде. Ты же знаешь, и из-под земли, и отовсюду. Ну, мне надо будет эту тему еще для себя прояснять. С удовольствием помогу, да. С удовольствием помогу, да. Потому что по некоторым параметрам, вот на зданиях, например, вы видите какие-то эти штуки, и они оказываются не просто лепнина, а что они оказываются технические какие-то приспособления. Мне это нужно для того, чтобы больше понимать, вот да, вот видеть их, различать. Где это просто символика, а где под символику сделано какое техническое устройство. Одно я в Нижнем Новгороде сама обнаружила, когда мы там шли, там очень низкий балкон, ну, тоже закопыши все, и там балкон, и вот вроде бы лепнина. И вдруг я ее так вот труну, а это оказалось закрашенное, забеленный фонарь. И он там привинчивался. Он, конечно, не работал, но это под балконом, где-то на высоте полтора метра от земли, потому что балкон очень низко, там оказался вот этот фонарь. Вот интересно. Так, Галина. А так выглядело, как будто это просто какая-то лепнина, красивое украшение. Галина, я сейчас запускаю показ экрана, чтобы вот эти вещи, о которых мы любим обсуждать с Ильей, кое-что из них тебе показать. Вот это, сейчас скажи, идет у тебя показ? Идет, вижу, вижу. Вот смотри, это пиранези. Да. Это один из типов волноводов. Но тут как бы совмещенная система получается как акведук и еще внутренняя часть. Один из видов. А я хотел бы показать вот этот вид. Это верх акведука, так называемого акведука. Как раз то, о чем Илья говорил. Смотри, есть такая наверху полость прямоугольная, и она идет прямая по всей длине. Насколько бы километров он не был. Вот об этом Илья и говорил. Что это волновод, да? Это да, это вот он и есть, волновод. Один из типов. Причем, видишь, поверх идет. Как бы мы, мы эту тему, это вообще наша любимейшая тема, и мы любим часто ее обсуждать. Вот. Верх арок, уже говорили, как называется, архивольта. То есть энергия концентрируется, да, максимум вот здесь, вот пучок энергии, то есть потенциал. И логично предположить, куда она дальше идет. Вот сюда, в этот волновод. Она сквозь кирпич проходит, получается, да? Конечно. А это все завязано в вибрации. Там еще такие прямоугольные резонаторы есть, чтобы держать одну вибрацию на протяжении всего пути этого. И обязательно должна быть прямой волна. Вот он прямой, потом поворачивает под 90 градусов. Для этого такие сложные, поэтому конструкция... Да, если бы это было для воды, это не нужно было бы под 90 градусов поворачивать. Ну, наоборот, нужно было бы сглаживать. А это все 90 горизонтально, да? Да, и вот есть видео, я показал в том же, кстати, сказка про Сочи, если ты видел, я показал волновод, который идет к этому, Элвашу. То есть там к этой звезде идет дополнительно, если своей не хватает энергетики, идет подвод дополнительной энергии. И там четко показано вот 90 градусов поворот. А как-то измерить это вы пробовали? Есть какие-то инструменты, которыми можно измерить эту энергию? Сейчас же не идет уже ничего, Калин. А вообще, вот вообще... А вообще, да, но это отдельная тема, это не метро. Отдельная тема, да. Хорошо, хорошо. Энергия, я скажу так, что вот Илья прав, что энергии там разные. И причем их уровень и, так скажем, есть более тонкие энергии, которые чувствуются совершенно на ментальном плане. А есть более грубые энергии, которые приближаются к нашим физическим. То есть там электричество, там плазма, да, еще что-нибудь. И это вот близко к этому, близко. Потому что, например, ты говоришь, чем измерить? Некоторые вещи можно измерить, например, магнитометром. Вот, например, вот в этих, как их, в слуковых окнах, да, вот, кто-то там проверял. Есть такой момент. А иногда, иногда в старых храмах чувствуется, как магнитометр скачет, там, указания, когда проходишь, например, через главный вход храма. Там что-то еще осталось. То же самое я замечал на оборванном вот этом шинопроводе, таковод, такой, в который в стенах храма они везде сцепляются. То есть там целая система замкнутая. Это я видела у тебя, да, 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 видела и видела. Да, ну, а я... Даже в Кубицкой церкви в Востоке она видела. А мне удалось измерить в другом месте Вирославской области оборванную такую штуку, обрезанную. Она как бы... И там показатели были, знаешь, вот зашкаливали. Вот как вот все равно, что к этому... К магниту поднести. Вот такие же показатели там были. Вот абсолютно такие же. Более того, Женя, люди ходили недавно, они же мне пишут по ртути, по всем этим делам. И там такие вот штуки показывают, типа нагревалок. Это как бы я сказать-то, не могу сказать. Но это не конуса еще стоят, вот старые. Такие нагревательные элементы в некоторых церквях остались. Вот в Питере остались. В подъездах такие стоят. Такие цилиндры с ребрышками, ребристые, если ты понимаешь, о чем я. Вот, киши еще. Здесь там что-то знакомое. Вот, ты понимаешь, да? Вот это как вот цилиндры такие газовые, но у них такие ребра. Да-да-да. Они не гладкие, а вот такие ребристые. И наверху такая шишечка типа, ну тоже болванчик. Мне совсем недавно прислали фотографию из какого-то музея. И там два таких стоят столба ребристых с шишечкой наверху. Вот они, они, да. И они еще и теплые. Я спрашиваю, может быть там батарею ставили? Да, мне тоже люди говорят, что они теплые. Представляешь? Может я говорю, может там батарею хитро спрятали? Да вроде они типа не видно ничего. Нет, люди сейчас говорят зимой, что это они сами по себе теплые. Да, сами все работают. Даже без внешней стоячей волны, на которой они рассчитаны, они сами генерируют внутри. И наверняка там уже вытащили ртуть и другие компоненты, которые эфир привлекают. Но все равно остаток, вот сама форма и, видимо, материал, который вот остаточный, он сам, вот этот вот эфир, он как-то привлекает и немножко остатки нагревает. И более того, вот этот материал хотелось бы взять на химанализ, потому что я взял химанализ противовеса и сделал. И там человек, который специализируется на сплавах углерода, который путем сложнейших вещей, единственный в мире сделал сплав меди с углеродом 50 на 50, он не понимает, как может оказаться так, что железо обычное с углеродом в пропорции 54% углерода с железом. Он сам не поверил этому, но говорит, вот это так и есть. То есть мы сейчас не можем достичь тех показателей, которые были тогда, когда умели тогда делать. Ну вот смотри, еще один обрез такого же волновода. И как бы логично предположить, зачем они просто всего лишь вот такой вот маленький вырез, да, здесь просто выбили. А чтобы как раз прекратить поток. Разрубили все и сломали. И достаточно. Или блокировать. Нет, ну это вообще могло быть разрушено, просто когда все разрушали. Ну тут еще такой момент, вот видишь, Илья, ты говоришь под прямым углом, а что делать, когда вот эти волноводы, акведуки такие загнутые как бы полукругом? Их же тоже полно осталось. Я думаю, что это не повлияет на ход энергии. Я не видел ни одного полукругом. Не, ну как, акведуки там. Все прямые. Ну покажи. Ну, сейчас. Нам еще заливали, что они должны быть типа подробным углом, небольшим, только прямо, потому что не знали, что трубы можно делать. Тогда я метро сейчас пока уберу. И найти, пожалуйста, именно акведук. Не что-то другое. Потому что вот типа акведук, то есть тоже волновод, который я видел в Бангладеше, такая стена сплошная. Но там другой принцип немножко. И там именно загнутые. Но там сплошная стена. Вот знаменитый Гарри Поттеровский. Это же снимали в реальном месте. Это не выдуманная компьютерная графика. И там действительно железная дорога. Вот, пожалуйста. Так это может быть, это мост. И то, и то может. Да, это мост. Просто мост. Ну, не обязательно просто мост. Через реальную реку. Здесь такая же система, как видишь. Ну, я там не вижу нескольких уровней, что, в общем-то, обязательно. И это просто подставки, скажем так, столбы, опоры. Это не... Ну, любой другой волновод, открой. Он должен быть прямой. Это обязательное условие, да? Да, он прямой, и там массивные опоры. То есть, он... Вот как этот вот. Вот сейчас на картинке. Вот нечто подобное, да. А, ты говоришь, многоуровневый найти сейчас. Да, римский, напиши римский акведук. И вот тебе будет типичный акведук. Где наверху не поезд пройдет, а просто, не знаю, 50 сантиметров. Потому что от длинной волны много зависит. Пока ты пишешь, Женя, я тебе скажу, что были на лекциях, на экскурсии в мытищах, и они сказали, что было 5 акведуков. И остался только один сохранился. Все верно, да. Я об этом тоже упоминал в том же видео про этот Ростокинский. И не только я там уже успел побивать еще один блогер, и я думаю, еще кто-нибудь побывал. Все хорошо. Я говорю, все двигаемся в одном направлении. Это хорошо, коллективный разум. Лишь бы никто никого не обменял в так называемом плагиаторстве. Да, когда начинают говорить, я первый, я первый, это уже песочница. Нет, сейчас уже, наверное, сейчас это уже коллективный разум. Уже какое-то такое ядро, какой-то и Грегор уже сформировался. Отлично. И рано или поздно все люди придут к одному знаменателю, потому что отрицать бомбардировку глупо, отрицать более высокие технологии тоже глупо, хотя некоторые каналы пытаются. Пытаются, пытаются. Более того, есть откровенные каналы тролли, мы их не будем брать, типа Игнатенко, который называет искусственным мрамором штукатурку. Это, правда, не объясняет, каким образом штукатурка стала реальным мрамором и стала статуями. Ну, это откровенный тролль. А вот все остальные, я думаю, придут к одному знаменателю. Конечно. Ну вот, пожалуйста, тут даже три уровня. Бывает четыре, то есть их бывает много. Да, я что и говорю, и все это имеет целью... То есть это волноводы. Да, по золотому сечению прийти к одному верхнему, где ширина зависит от длины волны. Она примерно 50 сантиметров. А как это распределялось в жилищах, например, энергия? Куда она поступала? Как она вообще? Ну, не лампа накаливания, а что там было? А энергия получалась из вибраций. То есть это, как правило, из какого-то скального массива шло. И вот эти вот выступы – это не косяки строителей. Это выступы для получения энергии, а прямоугольные отверстия для излучения. То есть ими регулировались тоже вибрации. Либо отдавать, либо, ну, в общем, настройка. С теми же целями делались голосники в церквях. Да, я такие... Общий конус не держал... Ну, для точной настройки, скажем так, вибрации ставились голосники. Наблюдаю такие часто в разрушенных церквях. Прямо вот приходишь и сразу их видишь. Ты прав. Да, для подстройки точной на конкретную частоту, потому что все зависело... Было завязано вибрации. Ну, вот насчет частоты, да. Именно с этой целью фундамент был из одного материала. Это гранит, как правило. Потом шел белый камень на другую частоту, более высокую. И поднималось все это на кирпич, на более высокий. И затем уже шло уменьшение параметров. То есть колокольня была такая ступенчатая, как ступенчатые пирамиды. То есть повышение уровня вибрации вверх. И самые высокие вибрации света наверху выходило на купол, на резонаторы. Такой лучик был вверх. Ну, смотри, Илья, добавление к этой теме. Так как мы уже по кидокам... Мы в метро будем слушать. Мы будем, и мы сейчас к нему как раз и придем. Потому что вот это все смежно с метро. И я скажу почему. Вот сейчас, как раз ты говоришь о повышении вибраций. Здесь вот несколько уровней. Вот, Галин, смотри. Отличается, так скажем, ширина, вообще размер вот этих арок. Соответственно, делаем вывод, что вот здесь частота больше, ниже. А вот тут она уже повышается. Как раз здесь они, видишь, меньше. Здесь частота выше. Для чего сделаны, я не знаю. Видимо, как вот разные магистрали, разные, так скажем, частоты, разная энергетика для разных целей. Мое предположение такое. Как раз ли я об этом и говорит. Смотри, вот камни внизу. И вот вибрации этих камней большие, мегалиты. То есть, чем больше мегалит, тем больше вибраций Земли он может в себя передать. То есть, чем в резонансе с большим количеством объема материалов, не знаю, как сказать, планеты, он находится. Поэтому сначала еще большой мегалит, потом меньше, поменьше, поменьше. И вот здесь то же самое. Мегалитические строения, да? Они большие, да, да. Именно поэтому. Еще хочу добавить... Завязаны вибрации и частоту волны. Еще хочу добавить, вот ты про церкви стал говорить. Я тоже это постоянно замечаю в старых разрушенных храмах. Там как бы начинали откапывать, да, там копать. И забрасывали. Мне это на руку, потому что я вижу, что находится внизу. И могу сказать одно, что везде в старых храмах внизу обязательно есть мегалиты. Обязательно. Огромные валуны. Вот у меня еще есть накопленный материал, я летом снимал. Еще даже это видео я даже не выкладывал. Просто уникальный храм. Там прям такую траншею вырыли, да. И видно вообще, там метр надо вырыли. И там видно, как внутри устроено все. То есть внизу мегалиты. Потом идут волноводы. Типа вот таких вот, как арочных. Причем они такие через весь храм внизу идут. И не один, а несколько. Как бы, можно сказать, магистраль в одну сторону, в другую. Вот то, о чем Илья и говорит. Потом идет уже... Ну, наверное, там белый камень-то уже ты видел, да? И белый камень там, да. Все там есть. Ну, и как бы... Ну, им, конечно, много из кирпича. Потому что после очередного потопа глины было много. Ее использовали, как хотели. Она была под рукой. И реально, да. Допустим, в ту же Вологду приедешь. Там эти мегалиты видны просто вот снаружи. Там старый храм, вот этот Кремль, где, да, там... Один храм стоит рядом с Кремлем, между рекой и Кремлем. И вот там видно, они торчат прямо в мегалиты внизу. То есть, он как бы на такой подушке стоит из мегалитов. Вот реально, то есть, все правильно. Сначала идут камни, потом уже сами строения. Это такая одна система похожая везде. Вот. Ну, теперь можно к метро перейти. Как хотите. Так, переходи. Могу оставить. Переходите, давайте. Вы же там снимали чего-то. Давайте я пока скажу. Вот после этого фильма «Метро», вот скажу про троллей, что просто лавина троллей пошла сегодня. Их не успевала удалять. Но это хороший сигнал того, что, значит, попадаешь на их болевую точку. Я вот в своей работе заметила три таких болевых точки. Это, ну, метро. Вот сейчас вот то, что допотопное. Это город, это Новороссийск, то, что я там обнаружила, воронку огроменную. И это Псков. По Пскову там 100% некоторые НКО зарубежные, которые археологию просто вывозят. Там есть человек один, который это все снимает и показывает, но толку мало. Они просто чуть ли не экскаваторами эту псковскую землю, этот культурный слой просто выгребают и увозят в неизвестном направлении. Зарубеж там все. Так что то, что мы попадаем на их следы, они очень не хотят этого высвечивания. Чтобы народ об этом узнал. В общем-то, это как раз и говорит о том, что вот эти волны идут. Они сами себя выдают. Спасибо вам, тролли, потому что вы нам помогаете, в общем-то, правильную дорогу найти. Ты бы знала, сколько их у меня. Это просто ужас. Сказка из Сочи и вот кто враг. О-о-о. Ну да, ну да. Ну это ты затронул, конечно. Ютуб опрос запустил. Как вы относитесь к этому фильму. То есть докопаться на чего-то надо, чтобы удалить. Вот опрос запустили. И так далее. Это просто ужас. Ладно. Говори, Женя. Так, давайте по метру. Что тут такое интересное вы показываете? Ну, вот это, видимо, съемки Ильи, когда он просто по разным станциям ездил. Я там сразу не смог подъехать. И снимал, снимал вот эту лепнину советскую в том числе. И вот эти старинные станции, они на самом деле все старинные. Нет ни одной не старинной. Может быть, разве современные. И то, видимо, откопали, а уже там налепили новую ерунду всю. Также мы обсуждали, я помню, вот эта лепнина. Да, допустим, изображен вот эти вот, что тут, красноармеец, красная звезда. А все, что было раньше здесь, все сбито. И вот налепили вот это новое. Вывод о том, о чем мы говорили. Как раз и Роман участвовал в тот раз, я помню. Что на этих старых советских снимках стоят вот эти товарищи, да, советские партработники. Смотрят на вот эту лепнину римского образца, древнеримского, которого, ну, не было, конечно, древнеримского. Но она похожа по стилю. То есть, так скажем, лепнина прежней цивилизации. То есть изображение того, что они откопали. И они смотрят, видимо, и думают, а что же с ней делать? Красиво, но она, а много о чем. Но нельзя это показывать, да. Нельзя оставлять, да. Поэтому ей налепили новую. А тут просто счищали на год. Потому что табу. Нельзя говорить о том, что апокалипсис уже прошел. Что ядерная война уже была. Говорить этого нельзя было. Это вот, это всем было табу. Поэтому этот вопрос еще надо будет уже или в стриме, или отдельно обсуждать. Потому что люди и задают этот вопрос, почему никто ничего не помнит. Потому что это табу. Не просто даже никто не помнит. А даже если кто-то помнит, то, во-первых, он не скажет. У него нет выхода на массы для того, чтобы это сообщить всем. О, как интересно, да. Что это такое? Это, Илья, ты можешь сейчас сказать. Могу я, но лучше ты давай. Потому что это ты снимал. Давай. Я могу даже остановить, попробовать. Что-то не останавливаться. Ну ладно. Ну а и не надо бог с ним, потому что в 30-х годах не могло быть такого качества камня обработки, такого количества кирпича, чтобы там пробивать все эти туннели, строить. И не могло быть такого стиля, который сейчас говорят, что это так называемые сталинки, которые почему-то на два этажа вниз закопаны. Больше. И они почему-то пятиметровые. Вот я был возле Москва-Сити в гостинице. Это, скажем так, квартиры, переделанные в гостиницу. Это высота 5 метров. А есть еще и 7 метров. Есть еще 7 метров. Это на Печистинке дом, где вот мастер и Маргарита, где кот-бегемот там катался. Там Булгаков был в этом доме. Там 7,5 метров потолки. У меня и фильм есть. И вот смотри, пожалуйста, сейчас вот какие шишечки. Вот это фрактальные шишечки, которые фокусируют на себя энергию. То есть вот это вот, все было без лампочек. Вот эти шары, они так и были шарами, они светились просто от энергии там. Да, тамошней. Потому что вот... Никаких проводов не надо. Вот это все не могло быть, да, без электричества. Просто не могло быть. Но когда это строилось, переменки еще не было. Тем более не было мощностей по генерации всего. Вот этого очаровательного великолепия. И кроме того, мы действительно много наснимали. Всяк кольцевой, все, что внутри кольца, и даже внешние станции некоторые, они настолько удивительно сделаны, настолько нетипично. Такое качество исполнения мраморного, вот как статуи, из такого же композита все сделано. Просто не было такого качества абразивных материалов в 30-е годы. Просто даже в 50-е еще не было. Это же... Нужны были 3D-станки с какими-то алмазными шарошками и прочими инструментами, которые такого качества, чтобы обрабатывать мрамор. Что-то тормозит, действительно, Жень. Качество-то... Зато хорошо можно посмотреть. То, что он тормозит, зато можно рассмотреть эти детали. Да. Нашего великолепного метро, просто роскошного. А, пока вот вы показываете, я вам просто скажу, что комментарии, которые приходили, я говорила про московское метро, а мне говорят, а какое метро в Астане там, а какое в Ташкенте, я не знаю, может быть, тоже красиво. Так, возможно, это была сеть. Это общая сеть вот таких метроев под городами была, которые только сейчас якобы строят заново. Возможно, их просто восстанавливают, реконструируют. Может быть, удлиняют там, переходы какие-то дополнительные делают, проводят дополнительную аппаратуру, надо же эту всю инфраструктуру подвести. Сейчас же нет волноводов, да, сейчас электричество, и вот это все надо проводить. А вот тогда, конечно, это было красиво, потому что не надо никуда прятать эти провода. Можно было просто сделать шикарную... Интерьер шикарный, роскошный. Все верно. Достаточно, так скажем, автономно работающих устройств, эфирорезонаторов. Все, больше ничего не надо. Никаких тебе проводов километра, сотни, тысяч километров проводов. Не нужно было их производить, не нужно было их тянуть. То есть, сколько мороки сейчас создали... Вертеть ничего не нужно. Крутить ничего не надо было. Потому что, да, стоячей волной создавалось энергонасыщенное пространство, и там вот в нем все работало, и все элементарно. Илья, а это можно сейчас восстановить такую энергию? Скажем так, люди пытаются. Пытаются. Да, можно и есть... Но если не учитывать вот эту мафию, которая захватила энергетику всю, мировую мафию, вот в принципе это возможно? Или это уже что-то потеряно, что-то изменилось? Ну как ты ее можешь не учитывать? Да, если взять какую-нибудь минимально испохабленную церковь с оригинальными куполами, которые вот как в Питере крыши, их сейчас меняют, якобы бесплатно по программе реновации, не важно чего, там была медь в сантиметр толщины, в сантиметр. А меняют на порнографию железную, крашеную. Считают, что это какое-то улучшение великое. Так вот, это купола, это большие такие колокольчики. И они своими вибрациями создавали стоячие волны. И сверху просто подавалось, опять же, антенной с этим вот яблоком внизу, в котором была ртуть с чем-то еще. В этом яблоке, да, который сейчас на экране? Да, это резонатор. А вот шишечка, фрактал. Шишечка, да, да, все формой работало. То есть направлялась формой, энергия формой направлялась. Оно и сейчас срабатывает. Я сразу вспомнила, я шишечку эту увидела. В вытекании там эта шишка стоит, это тоже может быть резонатор? Это, да, фрактальный резонатор, да, объемный. Есть полосные, которые вот эти ниши, так называемые, да, они же используются для стоячих волн, потому что они друг напротив друга. И они же как телепорты работали. А в некоторых нишах что-то стояло. То есть форма, она важна. Да, у меня целых три фильма есть про фракталы, и где я рассказал, что вот эта шишка, шишковидная железа, тоже не случайно такой формы. Это фрактальная форма. Там математически выверены идеальные пропорции и соотношения. Не только золотое сечение. То есть у меня четыре видео есть про фракталы, где показано, что вот эти купола, храм Василия Блаженного, там вот эти шишечки, тоже фрактал, купол такой с шишечками. Один закрученный и несколько с шишечками. Эти шишечки тоже как шишечка в Ватикане, они фрактальные. Они для того, чтобы работать с энергиями. Купола же, они же не просто, чтобы красиво было. И колокола наверх затаскивают. Не для того, чтобы боженьки слышно было. Я могу добавить... Да не оскорблю я ничьи чувства. Мне, я хочу добавить насчет куполов, что сейчас, конечно, эти данные затерялись, где-то меж море той информации, которую присылают наши дорогие зрители, особенно в ВК. Добавляются друзья, присылают, присылают. Однажды прислали мне фото, когда рушили церкви. Купола сбивали, главы рушили церквям. То есть наши коммуняги знаменитые. Есть фотографии, где вот этот купол, он целиковый. То есть он не то, что из каких-то составных частей, а он как вот сделан, такой луковица, а дальше идет как бы барабан. Барабан такой. Это целиковая конструкция. Ну, можно сказать, вылитая. По особенным параметрам, да, то есть все это подбирали. И действительно это удивительно. Или, например, когда ходишь в храмах и замечаешь, например, в том же Останкино, Галина, если там была, там прямо вот под куполом, я специально камеру брал, чтобы все это приблизить, там прямо штыри такие остались, контакты. То есть сверху что-то было, что срезали. Какая-то штуковина стояла там, устройство какое-то. А знаменитые фотографии там католических соборов, где тоже посередине, это основного объема, основного вот это ротонда, например, да, там они или квадрат, или ротонда. Там, допустим, вот мы с Ильей тоже все это рассматривали, с романом. Там прямо контакты срезаны внизу. То есть внизу что-то было. Что было внизу в центре? Престол. Вспоминаем историю, да. Раньше, даже официальная история это рассказывает Вселенская Церковь, что престолы стояли раньше под куполом по центру. Такой вопрос, а что их оттуда убрали, перенесли? Объяснение дается довольно размытое. Я даже не помню какое. Но вот это я точно помню, что престолы стояли в центре. Сейчас только несколько осталось таких. Это в Иерусалиме и Новый Иерусалимский храм. А, также еще стояла такая же кукля в старом храме Христа Спасителя по центру, опять же. Ее сейчас в храме Христа Спасителя, не знаю, восстановили так же или нет. То есть это все именно говорит... Естественно, да. В фокусе этой стоячей... В центре стоячей волны в фокусе этой рупорной антенны, которая... Купол это рупорная антенна. И для переотражения стоит... Либо для приема стоит саркофаг, который не для трупов. Саркофаги внутри шершавые для приема. Либо такие чаши стоят, как вот видео про Ватикан я делаю и сказал, что там единственное место, где я увидел, где чаша стоит на месте. Их вот собрали в музей якобы для того, чтобы... Сказали, что чаши для того, чтобы умываться. Но там ни слива, ничего, неудобно. Это линза определенная. Она переотражает стоячую волну. То есть, сверху идет стоячая волна и снизу. Снизу вот этот вот отражатель стоит для формирования стоячей волны. И он по центру стояли эти чаши большие, типа баблевской ванны. Это тоже такой большой сверхотражатель. А в данный момент мы смотрим пример использования системы Ваджеры. Вот сверху вот это. Видишь, как бы сужается к середине, потом опять расширяется. То есть, вот это как бы система, которая усиливает или просто как переходной момент, переходной элемент. Вы считаете, что вот эти светильники остались с той поры? Да. Вполне возможно. Просто в них пиндюрили современные проводные эти лампочки. Но форма осталась та же самая. Вот эти железные части точно они оригинальны. Вот они раскрывающиеся цветочки. Да. И эти цветочки тоже имеют отношение к волне? Да. Это как корона, то же самое. Это резонаторы. Это форма резонаторов. Тут уже срабатывает эффект природной формы. То есть, сами по себе они рабочие. Уже. А состав, материал имеет значение? Да. Это как и противовес. Это, как правило, что-то звенящее. То есть, там есть просто щелчка достаточно и там прям все вибрирует полностью. То есть, эта штука должна... Это не чугун, это точно, которые вязки. Это не цемент. Не свинец. Вот я сделал видео про свинец, потому что свинцом как бы большие мегалиты между собой перекладывали. Просто свинец для гашения вибраций. А тут все должно звенеть само. Да, это должно быть электропроводный хороший материал. И он должен хорошо звенеть. Почему пушки делали именно из бронзы? Вот Кунгуров сделал разбор. Я его, конечно, уважаю. Он сказал, что было, условно, в 15 веке был уровень технологий как, условно, в начале 20-го. А если это так, то почему пушки-то из бронзы? Нет, так это не пушки. Это что-то другое. Это пушки, это для стрельбы, но они не порохом стреляли. Ну да, да. Они для другого. Да. И они огромные были, мощности разрушительные. А вот тут система такая винтовая, как бы закрученная. Это тоже для закрутки потока энергии. Вот видишь, как бы такая спиралевидная система. Она еще усиливает поток вот этот вихревой. Это да. Но тоже думаешь, что это с того времени это не просто дизайн красивый, да? Или карго-культ такой? Может и карго-культ. Может и карго-культ. Или что-то похожее видели. Думаете, они современные, а с того времени еще? Многие из них с того времени. Многие, видимо, восстановлены. А что-то, может быть, повторяли просто. Да, да, да. А скорее всего все, что мы видим, вот эти вот скамейки, вот эти вот Фигуры, вырезы, брельефы, это все связанное со фруктами, все связанное со снопами и так далее. Это все оригинальное. Потому что невозможно в 30-х годах было сделать вот такого качества из мрамора. Там такой чистый композит, мрамор. Видно, заливка была мрамором. Там и пол еще старый сохранился. Фрагменты пола. Да. Еще такой момент. Вот мне тут подсказывают. Действительно, мы просто об этом сейчас не говорили. Что в тех же пирамидах такие же волноводы есть. Да, они могут разниться, но там естественно волноводы есть. Есть видео, где показано, как просто поют на определенной частоте и возникает резонанс. Как раз резонанс этой системы. То есть частота. Они находят частоту нужную и начинает система вся вибрировать по волноводу от одной комнаты передается в другую. По волноводу вот этому тоннелю. Все верно. То же самое можно сказать про метро. Оно само по себе уже как волновод построено. с системами вот этих резонаторов. И конечно же, без освещения, я думаю, люди не жили раньше. В потемках не ходили. Это естественно. Многие элементы, они сами светились. Так это где? Да, это наверное был какой-то мягкий свет такой, который сейчас пытаются имитировать. Иногда прикрывая панелями, он такой размытый как бы свет. Иногда вот в некоторых музеях можно такое увидеть, когда он подсвечивается как бы вот из ниоткуда. Вот он как бы в воздух светится. Типа того, да, типа того. Это точно. Вот абсолютно. Это Павелевская у вас, да, или что-то? Илья, я не знаю, где это ты снимал. Вот я пока сейчас не могу определить, где это. Тоже не помню. А это вот, кажется, мы... Либо Курский. Это сейчас, если твою морду лица покажет, то это Курская. А может быть ты без меня поснимал. Теперь про эти розочки, да. Расскажите про эти розочки. Ну, это... Так, излучатели. Розеточки, да, излучатели. И они, по-моему, закрашены. Просто закрашены. Там что-то другое. Конечно. То есть они оригинальные были. Они излучатели. Они фокусируют в одно место все излучения от себя. Там вот эти квадратные резонанты. Ну, это как динамики. Скажем так. Только вместо этой мембраны вот такие излучатели были. Это типа рупоры. И они направляли и вибрации, и излучения в одно место. Фокусировали. Если так посмотреть, они же расположены полукругом. Полукругом. И точка фокусировки можно определить. Это где-то примерно... Примерно где заканчивается вот этот полукруг арки. Вот примерно там. С точки соединения вот этих всех лучей. То есть получается точка фокусировки. Даже сейчас эти примеры, использованные стоячей волны для левитации, все это есть. И эти опыты повторили. Опять же, это всего лишь один эффект, что дают вот эти, например, инфразвуковые излучатели, которые сейчас повторили. Просто обычным звуком левитируют предметы. Можно самому это собрать, если кто силен в технике. Так, еще можно вопрос. Вот сама колонна, она квадратная, и она чередуется как бы блоками. Это имеет какое-то отношение или нет? Вот она не гладкая, она вот поперечными такими прорезана как бы блоками. Как бы собрана. Или это просто дизайн? Первое, она сейчас так. Второе, там, как правило, идут либо вертикальные такие полосочки, либо горизонтальные. Это тоже для проведения вибраций. То есть я сделал видео по так называемым пещерам Йони в Шри-Ланке, где Провин объясняет. И я показал, что тоже вот эти, там такие же, скажем так, бороздки в рупоре, то есть из, ведущие в никуда, скажем так, такой в скалу, такой ход небольшой. И вот как рупор, как раскрывающиеся лепестки, я объяснил, до чего это, до чего там бороздки. Они все направляли тоже энергию, вибрацию. То есть большой скальный массив, он тоже вибрировал, и постепенно, расширяясь, рупор выдавал эти вибрации, эти энергии на потребителя, скажем так. Вот фрактальные, тоже, смотри, потолок. Уменьшаются, там резонаторы стоят, излучатели, да. И все это вверх, сконцентрируясь на шар. Шар – это идеальная фигура, круг. Теперь у меня такой вопрос. Вот эти вот метро московские, они как бы не должны, вот эти здания, быть, ну где-то вот до 50-х годов. И вот интересно, фотографий, конечно, этих мест нету. Нам показывают, что Москва – это такое, что-то убожество какое-то вот в конце 19 века, ну кроме каких-то там центральных улиц. Но все равно она низкая, там двух-трехэтажная максимум, очень много каких-то деревянных, каких-то сараев, какой-то ерунды. А это дворцы такие, то есть технические. И здесь вот такой момент. Либо нам тоже очень много фотошопа закачивают, таких подкорректированных фотографий, потому что, по большому счету, это же допотопное, оно же не сталинское, не сталинских времен. Они же не стали бы заморачиваться вот такими фракталами, Илья? Как ты думаешь? Они просто бы и не смогли. Это элементы буржуазии, буржуазного общества, которые тогда пролетарии отрицали и так далее. Но они просто бы не смогли. Вот ты представь этот купол, он длиной там, я не знаю, диаметром 15 метров, высотой еще сколько-то. Как технически это сделать и на высоте как это все? Это нужно каждый, это же мрамор, это нужно каждую как-то вырезать, доставить и прочее. А там монолитный сплошный, сплошняком вот эти вот купол. Он почти монолитный. Он даже не по частям. Там огромные скамейки монолитные, огромные. То есть где это все камнерезное оборудование было в Москве? Конечно было, да, да, я согласна, да. То есть это изначально было до того, как. Потому что мы смотрим новые станции и станции вот эти вот старые. И там такая технология, вот я показывал на Курской в переходе, Курская. Это тот же самый магнетрон, который мы с Женей показывали немножко выше. Это храм магнетрон. То же самое. Колонны по периметру стоят, монолитные, большие, которые, ну никак не затащишь ты на эту глубину, ну никак. Нашими технологиями современными. И в центре стоит такой типа рупор, тюльпанчик, я даже не знаю, как это сказать, стакан. Я тоже в видео своем показываю. Ну вот метро, многие выходы сегодня сделаны в виде вот таких ротон. Да, да, да. Ну и сегодня в советские времена как бы. Вот та же метро Новокузнецкая, про которую я снимала, которая была сделана по официальной справке в 43-м году. И на месте, на выходе якобы была церковь, но там вот такая же ротонда, и там потолок на выходе, вот именно такой, как ты говоришь, резонатор. Вот только что, который вот картинку вы показали, значит, либо этой церкви не было, хотя вроде бы сделаны несколько... Была. Что вроде, ну и советский период, там до военной, что эта церковь есть. Либо это вот, ну, говорю, они отфотошопили, может быть там что-то было разрушено или частично разрушено, может быть сохранено, но вот как-то здесь надо еще нам состыковать. Ты же знаешь, что церкви не для помолиться строят эти здания красивые. Ну я согласна полностью. Плюс, кроме того, все жилые дома были с куполами и так далее. Это просто энергостанции, скажем так. Все, куча высоток с куполами в Штатах, куча высоток, которые все посносили. В 910 году им присвоили дату постройки там 870-890-й. По сути дела, да. И посносили. По сути дела, все вот эти сталинки, ну вообще все, да, вот якобы сталинский ампир, все строения, которые имеют такой же похожий стиль, обязательно внизу аркада идет, обязательно внизу огромные арки, а потом сверху идут арочные окна, обязательно арочные окна. То есть получается, да, вот ты говоришь, все участвовало, они все участвовали в этой энергосистеме, они сами по себе ее добавляли, дополняли. Вот, например, сейчас я показываю, да, раз, коли мы по метро говорим, это, почему-то мне вспомнилась вот эта гравюра, одна из, это, это Пиранези опять же, да, такая же вот ротонда большая, то есть вот почему бы не сказать, что это просто заброшенная станция метро, да то же самое. Ну да. Вот, абсолютно. И опять же, вот тут тоже ребристые колонны, вот так вот по всей длине ребра, о чем Илья сейчас говорил, да, Илья, и вот эти вот, а сверху вот эти арки, они, видишь, другие ребра уже, они по всей длине поперек идут. Вот, пожалуйста, обычная станция метро, допустим, Алексеевская, не Алексеевская, а Рижская, да, допустим, Рижская, она тоже ротонда такая же. И ВДНХ тоже, да. ВДНХ ротонда. Вот Новокузнецкая ротонда. Это какая еще? Динамо, да, по-моему? А, не, не Динамо, ну, в общем, по этой линии там тоже. Да многие-многие. Совершенно верно, да. И тут видим, что купол разрушен. Вот. Илья тут говорил, да, извини, что перебил, говорил про то, что действительно нету этого вампира, его выдумали. Просто однажды мне давно еще в 16-м году один из зрителей прислал материалы с сайта, где черным по белому написано документы советские их времен, что якобы строящиеся вот эти сталинские дома, они не строились. Они или восстанавливались, или реставрировались. По-моему, тебе тоже присылали это видео. Нет, мне не присылал. Нет, не присылал. Просто ты сейчас подтвердил мою мысль, о которой я много раз говорила. Я считаю, что Сталин либо был в теме, и он восстанавливал вот эту архитектуру. За что у меня к нему большое уважение к этому вопросу, потому что он не мог сказать или ну не мог он сказать массам, значит, это было запрещено вообще на каком-то большом уровне. Но тем не менее он стремился воссоздать эту архитектуру. И после него стали это все разрушать. Все, после него этого не было. Это все затирается, это все убирается. Но котируются эти сталинки до сих пор. Они такие величественные. От них что-то исходит, какая-то энергетика, красота от этих домов. И они котируются. Сегодня очень высоко ценятся сталинки. А если вспомним проекты сталинских времен и видео проекты этих времен хроника, то там показано буквально восстановление древней римской империи. Огроменный гигантизм везде. Просто он хотел это воплотить в жизнь. Даже видео об этом сняли. Ты говоришь, у меня сейчас мороз по коже бежит. Видимо, это какая-то правда. Либо кто-то нас слышит и поддерживает. Потому что была такая цивилизация. Мы живем на обломках этого всего. Мало того, еще и троллят гады. Говорят всякую ерунду, чтобы никто не верил, чтобы никто не открыл глаза. Что да, это все было. Это все было некими силами разрушено. Все уже была такая цивилизация. Ну и на картинах Пиранезе это видно, что она была и она была кем-то разрушена. Да, и она была не только... Разрушать, не строить. Я считаю, что тот ум, который все это создавал, он не мог быть воинственным, каким-то очень злобным. Это невозможно, потому что это настолько гармоничное сознание должно быть. Оно настолько должно быть высокоразвитое, что воевать это очень примитивный уровень. Война это вообще примитивный уровень мышления. Эта цивилизация не могла быть воинствующей. Она должна была быть какой-то очень высокосозидательной. Но что-то произошло, либо внедрение какой-то в момент уязвимости, что-то произошло и захват произошел. И мы сейчас просто жалкие остатки того, что там было. Мое такое мнение. Так, Илья, ты там что-то говорил, много всего. Мать, как у нас по времени? Мы это самое... Наши зрители не устанут? Час уже есть. И, в общем-то, мы сказали все, что хотели. Я думаю, достаточно пока. Потому что не надо вниманием людей. Сейчас я посмотрю. Даже больше часа. Час 15. Ну, все так. Так что, если хотите, можно уже завершить. Ну, давайте на сегодня завершим. Потому что дальше у вас есть материал, есть что показать. В дальнейшем можно еще делать какие-то вот стримы общие. Может быть, еще кто-то к нам присоединится. А зрители пишут, они подтверждают эти вещи по разным городам, что есть метро, откапывают. Просто присылают вот эти, ну, как свидетели, которые свидетели этого, что, да, были вот на откопе, откопали метро. Вот сегодня мне прислали один город. Надо будет проверить тоже эту информацию. Но люди это подтверждают, что да, да. Ну, давайте мы просыпаемся все. Давайте все-таки именно это, ну, не отрицать, а попытаться это все понять, представить. И как бы это больно и тяжело не было, то, что вот это было, это все разрушено, и что мы, как папуасы, нас жестоко обманули, я не думаю, что из лучших убуждений никто не берет к нашей нерве, это захватчики сделаны, чтобы сказать, что мы здесь не головные, что мы здесь вообще ничего не знаем, и знать там ничего не положено. Я считаю, что надо нам свою историю восстанавливать, потому что это наша история. Безусловно. Ну, вот еще такое небольшое дополнение по метро, конец. Вот, когда, Галин, ты говорил, типа, на каких принципах оно могло ездить, мы уже просто такие стримы устраивали, так как ты на них не бывала, мы обсуждали пневмометро, то есть, как оно могло пневматику. Но, опять же, мое личное мнение, оно, конечно, и сейчас для спецслужб создано, это метро. Но, я так думаю, что это не основной был, так скажем, принцип передвижения, а вот, допустим, на электромагнитном принципе, я больше соглашусь, даже те же, где тут, где-то я запускал картинки, вот, да, вот такие тут разные, типа, все это внизу, оно засыпанное метро. Вообще, отдельная тема того, что метро, оно было наверху, оно не было внизу, на километры вниз, да, оно, все было, как вот обычное метро. Как оно оказалось внизу, кстати, Галин, ты знаешь, да, про такой бункер 42? Было, бывало там внизу? Нет. Ну вот, а я побывал, и я понял, что там, что это за бункер, и... Ты сейчас это показываешь, или нет? Ну, примерно показываю, что там огромнейший такой, вот такой же тоннель, причем, как бы, укрепленный такими металлическими такими деталями, такими... Кирпичные тоже? А там не видно, какой он, там, потому что все укреплено металлом, причем, такие стяжечки неплохие, такие, ну, там, клепки какие-то там здоровые, такие советские. Скорее всего... Советские были, сто процентов. Использовали они что-то старое, делали что-то новое, на какой глубине, ну, я не знаю. Ну, вот примерно, примерно показывают, вот такой вот тоннель, а там находится ресторан. То есть, это бывший режимный объект сталинский. что-то я вспомнила, или кто-то показывал и у тебя я видела. Где-то, где-то на глубине, да? Да, что-то я вспомнила. 65 метров. Ага. Неплохо так, да? А мне прислали... пока должна быть, то есть, какая-то уже, вот, подвод, воды, канализация еще под эти 65 метров. Вот, вот, вот. А ведь есть метро, которое еще ниже, не только у нас, а, допустим, где-нибудь в Нью-Йорке, там и 100 метров, и больше 100 метров вниз. То есть... Вот как они это все строили? Можем судить о характере занесения глины на более чем 100 метров. А значит, и потопы были не один. Не один, это точно. Вот. Первое, вот смотри, я просто сейчас завершение, но чтобы не уйти, по крайней мере, та глина, которая есть сейчас, она вот равномерным слоем, там нету никаких переходов, она идет где-то 6 до 30 метров, раз, ну, в зависимости от низин. А вот что дальше там, это, видимо, вот другой, другой какой-то был момент вот этих катаклизмов, которые... Потому что вот эта вот поверхностная глина, она однородная. красная глина, которая в Москве, ну, не только в Москве. Илья, тебе слово. Завершаем давай. Да, всех с наступившим Новым Годом, неважно праздновать, не праздновать, это особенные дни, тем более по старому стилю они еще идут. 24-го идет первый день, когда так называемое католическое Рождество, на самом деле, рождение первого, нового Солнца, первый день рождения нового Солнца, и неделю идет интересное событие, интересное время, оно магическое, и, собственно, завершение, как раз таки, седьмой и восьмой день, это когда открываются у ребенка там седьмая и выше восьмая чакра, это взаимодействие со Вселенной, это магия в чистом виде, и поэтому с этим днем, я считаю, стоит поздравить, это особенные дни, но они еще продолжаются, то есть всем добра, все прошу использовать это время по максимуму, и оставаться трезвыми, это важно. Всем, всех благ, зрителям. Да, тоже самое, поддерживаю. Отличного настроения, у нас все получится, победа будет за нами, Ротфрунт. Все правильно, Галина, говоришь, больше позитива, друзья, я называю этот год новым светлым, вот не знаю, что-то у меня, я всех поздравляю, не то, что с Новым годом, я всех поздравляю с новым светлым, больше позитива, мы будем думать о добре, о позитиве, так оно и будет, вот давайте так себя и вести. Мы будем генерировать эти волны. Все верно. Ну, все тогда, всем до свидания, завершаем стрим, до новых встреч, друзья. Так, сейчас я.